добрый день я приветствую всех кто заглянул ко мне на канал всем любителям астрологии сегодня у нас тема транзит меркурия по знаку тельца 3 апреля меркурий входит делает ингрессию знак тельца и в это время картина резко абсолютно может меняться так горячность импульсивность которая была характерна в тот период когда меркурий шел по знаку овна она сменяется вот этой невозмутимостью и рассудительностью лозунгами и горячими речами уже никого не соблазнишь людям нужна рассудительность людям нужна конкретная информация и люди могут очень эмоционально реагировать только на вести которые касаются дорогих им сердцу людей и здесь конечно же есть возможность на этом спекулировать заработать ведь это все-таки знак тельца не забываем что это тема материального очень близко тогда становится и все остальное принимается достаточно осторожно люди могут быть склонны не верить какой-то информации и прежде чем прийти к какому-либо соглашению и принять какую-то информацию люди будут перепроферять тот контент который они встречают на своем пути и если их будут возможно даже уверять что им говорится чистая правда они все равно будут настороже и до конца не поверят той ситуации которая происходит поэтому очень часто трудно в этот период проталкивать какие-то новые идеи и возможно даже в ней внедрять новшества будет затруднительно в этот период потому как люди будут не доверять люди предпочитают работать по старинке и если в их каком-то приказном порядке заставляют изменить привычный режим работы или же возможно добавить в процесс новые элементы даже подчиняя работников к кругу обязанностей призывать их к этому они могут начинать нервничать наши дорогие работники и люди которые будут с этим сталкиваться и здесь будет тогда возможно начинать какая-то путаница как какое-то у людей может быть какой-то стрессовый такой энергетический спазм когда меркурий находится в тельце в тельце очень природа эмоциональная очень горячая может быть потому как здесь луна экзальтирует и может быть даже какая-то тихая паника и прежде чем сделать какие-то непривычные действия или принять то что вам предлагают человек всегда должен хорошенечко подумать взвесить и попробовать сначала прежде чем согласиться на какие-либо действия и при этом нельзя подгонять и раздражаться в этот период так как от этого вообще может быть даже человек перестает себе соображать и голова начинает отказывать в принятие каких-то решений особенно если дело застопорилась и имеет какое-то напряженное состояние нужно человека оставить в покое чтобы они могли наедине прийти в гармонию со своими мыслями а потом уже принимать какие-то либо решения работники в это время могут становиться более более медлительными и даже более какими-то такими терпеливыми возможно благодаря чему и возможно тогда сделают меньше ошибок будут более сосредоточенными и даже тот хороший период для расчетов который очень важен для составления отчетов и другой мелкой какой-то нудной умственной работы очень может быть тогда благоприятным в целом несмотря на неразмеренность и неторопливости работа может быть бывать бывает сделано достаточно быстро даже без ошибок их почти практически не бывает и здесь тогда когда меркурий был вовне тогда эти ошибки имели место быть в данный момент здесь четкость более налаженная и есть еще один несомненный плюс для этого периода люди не склонны конфликтовать когда меркурий находится в тельце если они чувствуют что обстановка напрягается они отступают перед решением но это конечно не означает что в этот момент они могут согласиться с оппонентом или ситуации здесь телец один из самых можно сказать упертых знаков поэтому во время прохождения меркурия по знаку тельца не стоит пытаться кого-то переубеждать в какой-то мере все становится достаточно несговорчивая атмосфера упрямство возникает и если предлагать им что-либо очень горячо и напористо они наоборот могут отступать на задний план люди с с меркурием в тельце а если даже и последует некий отказ от такого человека то всегда согласие будет невозможно добиться практически невозможно такие люди с показателем меркурия в тельце могут и в этот транзитный период как сейчас в апреле с третьего числа когда он входит в этот знак как раз такие люди могут показывать свою несклонность делиться каким-либо сокровенными своими задачами предпочитая возможно даже держать свои мысли и выводы при себе количество каких-то стихийных поездок в это время почти сходит на нет любая идея куда-то ехать она очень скрупулезно взвешивается тщательно обдумывается и если нет надежды на то что она принесет какую-то практическую пользу здесь телец земля играет земная стихия основательную роль поэтому идея может просто-напросто не укорениться быть отвергнута и не принято негативные аспекты в этот период времени могут проявляться в том что люди становятся достаточно упрямыми недоверчивыми и нередко даже возможно обидчивость свою проявлять здесь часто трудно выразить свои мысли меркурий они возможно не имеет эту энергию собранности в этом знаке и а новое вызывает в людях возможно даже какое-то тупое неприятие с одной стороны люди в это время становятся несговорчивыми и подозрительными такими при которых про которых говорят что у них снега зимой не выпросишь и с другой стороны они могут соблазниться материальным ресурсом взятой взяткой какой-то и выдать секретные даже сведения поэтому период меркурия по прохождению по знаку тельца он может быть таким неоднозначным и мы знаем еще также что период меркурия будет ретроградность 21 числа по 15 мая поэтому транзит меркурия по тельцу будет иметь около двух месяцев это период когда люди сначала будут решать какие-то задачи при прямом меркурии то есть насущные какие-то задачи а после 21 апреля приходить к своим каким-то старым задачам и доводить их до совершенства возвращаться в какие-то структуры своих нерешенных проблем все это может касаться то что меркурий может нести себе а это переговоры это подписание документов эта тема передвижения тема которая может быть связана с транспортом здесь конечно же нужно быть аккуратнее поэтому меркурий дает возможность до 20 числа более гармонично разрешать свои ситуации а после 21 числа уже приостановиться и возможно дорабатывать какие-то задачи с которыми вы в целом сталкивались а по периоду возможно подписание дополнительных соглашений а возможно рассматривание каких-то дополнительных задач которые имеет место быть рассматривать в этот период но в целом по периоду после 21 апреля не стоит делать какие-то крупные покупки и крупные вложения иначе возвращение возврата этого товара либо каких-то ситуаций связанных по ретроградности может быть в негативном аспекте поэтому крупные инвестиции после 21 числа не рекомендуется в целом транзит меркурия по знаку тюльца имеет достаточно рассудительную свою природу поэтому ошибки здесь в меньшей мере возможны и человек достигает положительных разрешений каких-то задач и также знания усваиваются более более углубленно когда природа тюльца земная стихия дает свою рассудительную почву для того чтобы все знания которые входят в этот период времени имели ресурсное состояние а вот 21 числа можно углублять какие-то понимания которые вы изучали ранее и возможно возвращаться к старым задачам которые были по решению и возможно даже пересдавать какие-то экзамены очень целесообразно в этот период времени все это дает возможность ретроградного меркурия после 21 числа удачи вам и до новых встреч если вам было это полезно видео нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе других видео на моем канале благодарю за внимание всех благ до новых встреч